Малый спортивный зал 68-й школы теперь украшен коврами для занятий самообороны и безоружия. Специализированное покрытие появилось благодаря участию в федеральном проекте «Самбо в школу». И теперь 68-я школа станет базовым учреждением в городе, где будут воспитывать самбистов. Среди детей эта новость вызвала ажиотаж, и на занятия уже записались более сотни учеников. Я нисколько не сомневаюсь, что эта секция именно даст поколение новых героев. Как героев спорта, которые будут участвовать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, так и просто достойных граждан нашей великой страны. Самбо – один из немногих видов спорта, где судейство на международных соревнованиях проходит на русском языке. В 2021 году борьбу официально включили в список олимпийских дисциплин. Дебют на играх может состояться в Лос-Анджелесе в 2028-м. И первыми чемпионами могут стать воспитанники секций самбо, которые сейчас открываются по всей стране. Это вид спорта, который уже давно и исторически развивается не только в Российской Федерации, но и в мировой арене. И поэтому его признание в олимпийском движении – это важно для нас, в первую очередь для нашей страны, потому что это исконно русский вид спорта. На церемонии открытия секции дети дали клятву самбиста, получили форму в подарок и посмотрели показательные выступления профессиональных спортсменов. Новое веяние в развитии школьного спорта, потому что это не командный вид спорта, это возможность детям тренироваться, учиться стоять за себя, учиться защищать себя, своих родных, близких и, конечно же, свою страну. Федеральный проект «Самбо в школу» только начинает свое развитие в регионе. Планируется, что подобные секции откроются во всех крупных школах города. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.